Из-за кого не могут есть люди 45-50 лет и кому они испытывают антипатию личную, что они думают прямо сегодня и сейчас расскажет Анна Лепихина замечательный наш канал. Доброе утро. Ну, в прошлый раз мы выяснили, что люди ориентировочно возле 30 лет находящиеся склонны к тому, чтобы перебеситься, чтобы что-то резко поменять, вот что-то в этом роде. Чтобы выбрать свой путь в какой-то отдельный, афранический Да, начинают сомневаться, правильно ли они живут и пытаются что-то изменить резко. Получается у них это или нет, они все равно как-то дальше доживают до 40, и вот там что-то опять ломается, похоже, да? Что? Ну, ты знаешь, там дальше происходит интересно. Во-первых, я еще маленько традиционно сделаю. Слушай, мне кажется, мне надо записать, потому что за 20 лет я забуду. Сделаю ничего-ничего, ты позвони мне эти номера. Я могу по свежим следам, так сказать, пройтись. Ты когда через 20 лет, ты уже забудешь, как меня зовут, вообще тебя будет склировать. Сделаю небольшой откат, что в около 30 лет людям нужно сделать еще выбор между близостью и изоляцией, то есть они учатся близкие отношения создавать с другими людьми, то есть это тоже такая важная задача возраста. Это повтор подростка. Подростки тоже, кажется, мы говорили о том, что это выучилось. Нет, у них социальные навыки, во-первых, в принципе они учатся создавать отношения с другими людьми, а тут это про интимность, про близость именно с одним человеком. Немножко другое. Супруги. И что происходит дальше? Дальше люди переходят в стадию продуктивности. То есть вот этот средний возраст, его разные исследователи разносят прям по-разному. С учетом того, что продолжительность жизни в развитых странах она очень выросла. Ну, сейчас вот там от 35 до 65 растягивает. Вот если взять прям такие рамки, ну вот самые… 65 – это средний возраст называется? Средняя взрослость. Да, потом поздняя взрослость уже, которую мы называем еще иначе старость, она вот начинает с потом. Мне кажется, 65 – это, ну, мужчин еще может некоторых касается, которые молодятся, но женщинам 65 уже трудно считать, что они в среднем возрасте. Мне кажется, они уже говорят, что я при смерти… Ты знаешь… Это такое распространенное заблуждение твоего поколения, ну, твоего… Да ну я просто общаюсь со взрослыми женщинами, я не слышу, что они говорят. Потому что многим кажется, что дальше в возрасте вот все там 35 уже начинает поджимать, а за 40 все какая-то… Моя мама родила в 38 и говорит, вот под старость лет. Представляешь? Ну, я думаю, что это некая особенность вот именно круга общения. Тем не менее, я говорю про различные исследования, что бывает, когда относят от 35 до 50, бывает от 40 до 60, но самая широкая рамка 35-65 лет. Ужасно много. Да. Представляешь, это прям огромный кусманище жизни. И есть, конечно, там много стабильности. И стабильная вот эта вот фаза этого возраста, она говорит о чем? Она говорит о том, что ты выберешь. Ты выберешь продуктивность, будешь ли ты генерировать новые идеи, создавать себя творчески как личность, будешь ли ты рожать детей, создавать какие-то правила… Я очень мало на своем веку встречала творческих личностей в 50. Честно. Хочу их увидеть. Ну, не знаю. Надеюсь… В основном это люди из универа. Я тебя познакомлю, нет? У меня товарищи… Ну, у меня. Художник в Москве. Надо провести девочки экскурсию. Да. Это либо реально художники, музыканты, либо… Но он занимается совсем другим делом. Ну, он художник по образованию. И его в 50 лет накрыло… И он начал заниматься фехтованием, которым занимался когда-то давным-давно в детстве. Круто. В городской лиге там какой-то он даже начал завоевывать кубки, медали. Ну, вот это его спасло. Супер. Потому что его прямо накрыло. Ну, да. Про накрыло мы сейчас дальше немножко поговорим. У меня к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, а в твоем поколении ты много знаешь творческих, осознанных людей, которые продуктивны, которые создают… Ну, больше, чем 50-летних, да. Не могу сказать, что гигантское количество, но больше. Я предлагаю тебе присмотреться, потому что я предполагаю так, что ты просто больше знаешь людей своего возраста, в принципе, понимаешь? Да, возможно, да. Хорошо. У тебя там со статистикой меньше. Ладно, вы правы. Окей. Ну, как я помогаю. Тут взбодрилась сильно на этом месте. Ну, вот. Если человек, он живет осознанно, он прошел хорошо этот кризис своей сценарной эмансипацией, и он продуктивен, вот он прям творит и весь такой в потоке, то, скорее всего, он не заметит кризиса. Не будет никакого кризиса в середине жизни, он будет просто продолжать там поколением со следующим передавать свои какие-то великие достижения, что-то такое. Если человек не смог найти свой путь вот в то время, то его начинают очень сильно поджимать как раз где-то к 40-45 годам. И у этого есть несколько факторов, которые прям провоцируют кризис, кризис еще. Во-первых, это первые признаки старения в теле. Живические морщиночки. Ну, как тебе сказать? Морщиночки. Это самое, так сказать, безобидное. Это самое безобидное, да. Начинаются какие-то серьезные первые проблемы со здоровьем. Вам говорят, знаете, ребята, это у вас возрастное. А-а-а. Ну, прикинь, да. То есть, ты живешь-живешь, тебе казалось, что впереди безбрежный какой-то горизонт, а тут раз, а у тебя там артрит. Опа, начальная стадия. И ты понимаешь, что это то, что теперь с тобой до конца жизни, и оно никуда не уйдет. Вы же говорили, в 40 лет бабахнет. Я не верил. Бабахнуло. Ребята, вот отключаю. Если вы ведете, так сказать, разный образ жизни, бабахнет. Ты знаешь, я тебе так скажу, что если вы ведете даже не разный образ жизни, а исключительно здоровый, и у вас прям все по полочкам, может бабахнуть про другое совсем. Ну, и так. Просто я не верил в это. Я думал, что это будет как-то постепенно, чуть-чуть. А это как будто бы кто-то взял и... А, и посыпался мальчик. Ну да. Вы меня пугаете. Гошетку нажал. Как мне дальше-то жить? Нет, не боись. Дело-то житейское. В том-то и дело, что вдруг ты начинаешь понимать, что опа-опа, я-то не вечен. И возможно... Начинаешь что-то пытаться успеть. Что происходит, когда у людей юбилей 40 или 45 лет, по-разному там, в разных каких-то... Они его не хотят отмечать. Да. А когда они все-таки отмечают, к ним приходят гости, говорят, ты на пике, ты забрался на вершину горы. Вот сейчас только все начинается. Да. И ты, короче, понимаешь такое, опа, а если сейчас пик, а что дальше? Так-то логично предположить, что дальше? Вниз дальше, да. Да. То есть неужели вот то, что я сейчас достиг, это самое вообще великолепное, что есть в моей жизни? И если до этого ты не был уверен, что вообще ты занимаешься тем, что тебе нужно, где прям кайфово в процессе, не в результате, то вот тут начинает накрывать, как говорит Саша. И дальше что происходит? Какие симптомы? Все псу под хвост. И что я наделала? Да. У нас реклама или я могу начать? У нас реклама, да. Она. В такой вполне себе характерной для общения с психологом атмосфере такой медитации мы разговариваем про 45-50. Ну, насчет медитации, конечно, ты погорячилась, тут только что руками было. Но я пытаюсь себя настроить на адекватность. Хорошо, что все-таки, да, что мне еще не скоро, может ведь я даже... Так вот, давай. Мне кажется, я вижу свет. Окей, давай сначала расскажу про страшное, а потом про хорошее, ладно? Про позитивное. Про позитивное. Итак, у кого кроет кризис? У кого было все заточено, например, на ощущение своей сексуальной привлекательности, на молодость? Угу. И в этот момент, когда у тебя начинаются признаки старения... Я уродина! У меня же все лежало в этой корзине. Очень многие женщины, у которых это еще подкреплено социальными стереотипами, в это время бегут делать всякие болезненные операции, чтобы хоть сколечко еще как-то продлить. Потому что, ну вот, если вся моя самооценка лежит в моей внешности, нет внешности, нет самооценки. Да, и у мужчин есть такое, когда они заложены на свои эти мышцы. Если в молодости, в каком-то движнике вот это все было, и в свое время мужчина это не отыграл, то, ну, Саш, есть, наверное, какие-то примеры, когда мужчины начинают срочно покупать себе мотоцикл, то есть он уже такой... Спорткар. Да, 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 вот что-то такое прямо, вау, уйду от жены, заведу восемь любовниц. Блин, это на самом деле и дорого, и неловко, и силы уже на это все нет, но зато вот пацанам вот это все можно говорить нормально, а у женщин тоже они там жгут нехило. То есть вот один из факторов, это когда ты очень не ожидал, что вообще у тебя с телом будет что-то происходить возрастное, и думал, что ты вечно будешь молодой, и в это у тебя все твое счастье положено. Второй аспект кризисный, это когда ты предполагал, что твое основное счастье это в роли родителя. В это время часто вырастает младший ребенок, и семья вдруг оказывается наедине друг с другом и наедине с собой, то есть надо как-то заполнять вот это все пространство, опа-опа. Есть какой-то совет, как? Еще ребенка завести? Ну нет, это ты возвращаешься назад, тебе нужно пересмотреть свою жизнь, чего ты хочешь на самом деле, как ты хочешь проявляться, что ты хочешь произойти. А вот это сложнее, надо сложнее всего сделать. Хобби, правда? Работа и хобби, да? Работа, хобби и друзья. Очень важны в этом возрасте друзья. Я говорю, сложнее всего это сделать, вот именно понять, чего ты хочешь. И вот смотрите, получается, какие задачи вот у этого переходного периода, у этого кризиса среднего возраста? Во-первых, признать, что твоя жизнь конечна, что у тебя ограничен ресурс, и не все возможности для тебя уже возможны. Ну прям, и просто смириться, вот это факт. Вы знаете, об этом даже в 20 тяжело подумать, я вам скажу. А в 20 тебе не надо про это думать, а в 20 другие задачи возраста. Ну не знаю, иногда я думала о том, что ресурс неограничен, и мне казалось как, да ну нафиг. Может быть. Может быть, да. Ну вот смотри, то есть вот важно, чтобы ценность стала другой вместо сексуальности, вместо привлекательности, чтобы стала привлекательна мудрость и творчество, осознанность. Тогда тебя не будет так сильно бить. Во-вторых, важно вот то, про что мы говорили, про синдром там пустого гнезда, найти для себя занятия, которые будут тебя наполнять радостью, творчеством, осознанностью людей, которые тебя наполняют. То есть пересматривается очень сильно круг общения. Родство души. Родство души, да. Вот это тоже важная такая задача. Важная задача принять на себя ответственность за стареющих родителей. Потому что вот почему средний возраст? Он между поколениями, между родителями, между детьми. Те еще не в силе, эти уже не в силе. Ну и если вдруг ты для себя решаешь этот вопрос, ну а что самого ценного я хочу для себя в этой жизни? И находишь ответ, то тогда тебя ждет еще 20, 25, 30 лет невероятно радостных, невероятно полноценных. Потому что у тебя есть деньги для того, чтобы осуществлять твои желания. Тебе не нужно уже расставлять многие социальные фишки. Как многие мои клиенты в этом возрасте, они говорят, ну елки-палки, ну в браке я уже был, детей я уже родил, бизнес у меня уже какой-то есть, или я в профессии, я достиг определенного мастерства. И поэтому мне вот эта вся история не нужна. Если ты видишь, что где-то проседаешь, тебе не хватает достижений, у тебя есть еще полно времени для того, чтобы осознанно это как-то исправить, вот это все сделать. Самое главное – это принять ограничение возможностей, ограничение времени, свое новое тело и перевести уже в план творчества, мудрости, осознанности свои основные ценности. Тогда все будет хорошо и приятно. Ну и звучит все очень оптимистично. Ну, судя по твоей интонации, как-то тебя не сильно вдохновило. Ну это же, ну все равно, когда ты вот так за одну беседу все послушал, понял, как надо жить и так далее. Но когда ты уже погряз, тяжело вылезти из кризиса. Слушай, представляешь, ты, если набирал вот это вот все многолетним непосильным трудом отрицания своих каких-то истинных потребностей, когда ты отвечал каким-то чужим ожиданиям, вот маловероятно, что за 20 минут тебе тетя сказала по радио, слушай, а ты просто будь собой, живи, как ты хочешь. Вот чего мне не хватало на самом деле и чудесный случай самоисцеления. Нет, такого не будет. Если ты все это наработал, то тогда нужно будет вот так вот перетрясти весь этот багаж своих каких-то ожиданий, убеждений, которые тебе мешали жить. Конечно, хорошо, когда помогает профессионал, это быстрее и эффективнее. Но можно справиться и самостоятельно вполне, если в эту сторону вкладываться. Маленькую страшилку еще напоследок. Давай. Что будет, если этого не делать? Если этого не делать, то вас ждет стагнация, ощущение скуки, дня сурка. Одиночество. Одиночество. И такие люди, они еще начинают следующим поколением ставить очень жесткие рамки. Вот это они трансляторы всех этих убеждений. Хочешь – перехочешь. Я последняя буква в афавите. Что значит хочу – надо. Вот когда у человека самого у него как-то там не срослось, вот он начинает будущим поколением втирать вот все такое. Поэтому, чтобы не превратиться вот в такое существо, ну как-то уж переживите свое кризисное состояние в пользу. Из него можно выйти в позитив и будет прям огромный кусман жизни, осознанной, полноценной, радостной с теми людьми, которых ты выберешь себе самостоятельно. Ну и в конце концов нам столько, сколько мы себя ощущаем и все такое. И помните, что… Я вот еще, знаете, что хотела все-таки сказать. Ты говоришь, что есть люди, которые зациклены, да, на своей сексуальности и нужно от этого как-то отойти. Мне кажется, это надолго, нет? Нет. Но ведь общество, оно все равно диктует культ молодости. Но все равно на тебя все уже смотрят так и на работу не везде возьмут уже, если тебе так под 50. Ну, слушай, общество много что диктует. Твой выбор. Возьмешь ты это себе или не возьмешь? Да я-то возьму, меня другие не возьмут. Не знаю, не знаю. Мне кажется, это, конечно, большая тема. Конечно, важнее гармония внутри себя. Ребята, я предлагаю сделать какую-нибудь тему. Как устроиться на работу, когда тебе 50+, какие есть фишки, как себя настроить. Все такое. Отлично. Помните, что молодость души годы побеждает. Да. Согласна. Это не Аня была. Ну да, понятно. Аня, спасибо. Спасибо вам, ребят. Счастливо.